МОНСТР ХАНТЕР ВОЛД Которая на этот раз отправит игроков в новое приключение Не обойдется январь и без потенциально хороших японских игр В списке мы имеем Dissidia Final Fantasy NT Dragon Ball FighterZ А также дополнение для новой Call of Duty и стратегии Warhammer 2 Но как обычно, давайте подробнее с вами рассмотрим все самые ожидаемые игры месяца И менее крупные проекты, что появятся в январе В нашем дайджесте игровых релизов во что поиграть в этом месяце от X Games Game TV Устраивайтесь поудобнее и мы начинаем! Street Fighter V Arcade Edition выйдет 16 января на PC и PlayStation 4 Издание популярного файтинга Street Fighter V Arcade Edition, которое включит в себя Как старый контент, который был доступен в рамках различных DLC Так и новый, включая долгожданный аркадный режим Кроме того, игроки получат дополнительный режим битвы, новые приемы и абсолютно новый интерфейс В рамках аркадного режима вам предстоит сражаться в серии матчей и бонусных уровней, которые будут основаны на предыдущих играх данной франшизы Arcade Edition обойдется новым игрокам в 39 долларов А вот те, кто уже успели купить обычное издание Street Fighter V, получат все новшества Arcade Edition, не считая новых персонажей Inner Space увидит свет 16 января на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch Приключенческая игра, где в роли картографа игрокам предстоит исследовать огромный и разнообразный мир, наполненный памятниками прошлого, сумасшедшими природными образованиями и прочими вещами Откройте для себя гигантских полубогов, которые сейчас правят этим районом Только раскрывая свои секреты, вы узнаете правду об Инверс Это будет вашим самым длинным и грандиозным путешествием на большой высоте Скорее ныряйте в мир галлюцинаций, если не боитесь, что вам не хватит сил его преодолеть Парите в небесах на время, ныряйте в океаны и все самые таинственные секреты раскроются перед вами Forged Battalion Релиз в раннем доступе 16 января на PC Стратегия в реальном времени, действия которой развернутся в конце 21 века Земля подвергается глобальным климатическим переменам, а люди ведут повстанческую войну против организации коллектив Создайте свою группировку и сражайтесь в одиночной и многопользовательской игре, а также в режимах схваток Вы не только командир, но и инженер, вы полностью контролируете войска, заводы, вооружение и экономику своей группировки Модифицируйте и развивайте чертежи, создавая для своей группировки все более совершенные заводы и войска Между миссиями на разветвленном дереве технологий открываются компоненты, необходимые для проектирования боевых единиц Чем больше технологий вы изучаете, тем сложнее и мощнее становятся ваши проекты За полученные в бою ресурсы вы сможете разблокировать новые возможности на дереве технологий И выбирать архетипы, броню, движители, вооружение и особые способности Lost Sphere выйдет 23 января на PC, PlayStation 4 и Switch Игра улучшит все особенности предыдущей части I'm Setsuna Так мир игры станет бесшовным, а также обновится боевая система и другие аспекты геймплея Проект поведает удивительную историю о четырех персонажах, Канете, Локе, Люмине и Ване Которых, собственно, и можно будет взять под управление, чтобы восстановить исчезающий мир вокруг них Путешествовать предстоит по разнообразным и красочным локациям, наполненным собственным содержанием Канета, проснувшись от сна, собирается найти свой родной город, который исчез без следа Total War Warhammer 2 Rise of the Tom Kings Выходит дополнение 23 января на PC Студия Creative Assembly продолжает неустанно развивать стратегию Warhammer 2 и тем самым радовать поклонников проекта Основной особенностью грядущего DLC станет новая раса Царей Гробниц Она будет доступна для игры в компаниях Империй Смертных и Центр Вихря И получат уникальные особенности на основе истории Царей Гробниц Помимо этого, дополнение добавит в игру четырех легендарных лордов Среди которых Верховный Жрец Хотеп, Сетра Бессмертный, Архан Черный и Верховная Царица Халида Новые подразделения, цели, задачи, ресурсы, а также многое другое The Impatient Появится 23 января на PSVR VR-хоррор является приквелом Until Dawn Игрокам предстоит попасть в прошлое и увидеть события, которые произошли за 60 лет до истории, рассказанной в оригинальной игре Один из заключенных санатория Блэквуд, потерявший память, станет главным действующим лицом Именно нам предстоит понять, кто же он на самом деле и как вообще оказался в этом месте Monster Hunter World Выходит в свет 26 января на PlayStation 4 и Xbox One Игра в жанре экшен-РПГ с открытым миром, разрабатываемая и издаваемая компанией Capcom Как и в предыдущих играх во вселенной Monster Hunter, в части World игроки являются охотниками, которые отправляются на исследование нового, недавно открытого континента с ужасными монстрами Из нововведений в проекте полная отмена инстов и внедрение открытого мира, благодаря чему пользователи смогут свободно перемещаться между локациями без экрана загрузки А также добавление возможности игрокам разных стран играть совместно в кооперативе с участием до 4-х человек Теперь же Capcom решила распространять серию Monster Hunter по всему миру А значит, в скором времени любой желающий сможет приобщиться к культовой вселенной, созданной в далеком 2004 году И почувствовать на себе, что значит быть настоящим охотником на монстров Dragon Ball FighterZ увидит свет 26 января на PC, PlayStation 4 и Xbox One Разработчики обещают предоставить игрокам взрывную, насыщенную экшеном игру, совмещающую механики классических 2D-файтингов с проработанными 3D-моделями персонажей, которые будут выглядеть так, как будто их вырезали прямо из сериала Dragon Ball По сюжету игры, пользователям потребуется помочь Сон Гоку, хорошо известному всем фанатам серии, разобраться со странными событиями Дело в том, что главные действующие лица стали терять сознание, а это, в свою очередь, оказалось связано с появлением в мире армии, состоящей из клонов Помимо кампании, проект будет включать режим боев 3 на 3, большое количество знакомых персонажей и многое другое Dissidia Final Fantasy NT выйдет 30 января на PlayStation 4 Вдохновленная играми, которые более трех десятилетий находятся на острие игровой индустрии, Dissidia Final Fantasy NT переносит вас и двух ваших товарищей на одну из более десяти знаменитых арен, где вам предстоит участвовать в напряженных сражениях трое на трое между легендарными персонажами вселенной Final Fantasy Используя необычный подход к жанру командных файтингов, игра предложит вам выбрать одного из более двадцати персонажей франшизы и вступить в битву, используя классическое оружие, магические атаки и призывая таких божеств, как Один, Шива или Ефрит Овладевайте новыми навыками, зарабатывайте гил и персонализируйте своего персонажа, оттачивая приобретенные умения в режиме тренировки, прежде чем приступить к настоящим испытаниям по сети Call of Duty WW2 Resistance Pack появится в продаже 30 января для PlayStation 4, а через 30 дней на остальных платформах Игроков ждет множество нового контента, в том числе вы сможете сыграть на трех новых картах для многопользовательского режима, а также пройти новую миссию Operation Intercept Помимо этого, будет открыта следующая глава в саге о зомби-нацистах, The Darkest Shore В игре появится карта Anthropoid, при ее создании разработчики вдохновлялись Прагой и известной одноименной операцией, покушением на высокопоставленного немецкого офицера во время Второй мировой Карта Валькирия, в свою очередь, будет располагаться в Восточной Пруссии, а Occupation станет ремейком классической локации из Modern Warfare 3 Как видите, не обошлось в январе и без хороших релизов Владельцам PlayStation 4 и новой части Call of Duty стоит обратить внимание на дополнение Resistance Pack или Street Fighter V Arcade Edition Также стоит вашего внимания и многообещающее Monster Hunter World Ну а любители стратегии точно оценят дополнение Rise of the Tom Kings для Warhammer 2 Надеемся, что мы помогли вам определиться, во что поиграть в январе А своим мнением по поводу новых релизов можете поделиться в комментариях И конечно же, не забывайте поддерживать нас лайком и подписывайтесь на канал Также следите за новостями на нашем сайте xgamesdefistv.com До скорой встречи на X Games Game TV Играйте и смотрите вместе с нами!